Девочки и мальчики И мы каждый день играем в разные игры А сегодня мы еще узнаем о одной игре Здорово! Как называется эта игра? Эта игра называется баскетбол А я уже слышал это слово баскетбол И я слышала, но не знаю, что оно означает Название игры баскетбол происходит от двух английских слов Баскет-корзина и бол-мяч Но давайте-ка я вам сейчас прочитаю о том, как появилась эта игра Дело было около ста лет назад в Америке Один учитель физкультуры был очень недоволен своими учениками Гимнастику делают плохо, ходят как сонные мухи Нет, надо что-то придумать, сам себе говорил учитель И придумал игру Однажды он принес с собой на урок две плетеные корзины из-под персиков Выбил у каждой дно и повесил эти корзины под потолком На двух противоположных стенах спортивного зала Потом учитель бросил своим ученикам мяч и сказал Отнимайте его друг у друга и старайтесь забросить в корзину Какая команда забросит больше мячей, та и победила Да чего же интересная игра! Радовались разрумянившиеся ученики, вдоволь набегавшись с мячом А как она называется? Еще не знаю, задумчиво ответил учитель Но тут же спохватился Нет, знаю! Играют в эту игру мячом? Мячом Бросают его в корзину? В корзину Так пусть же игра и называется Мяч-корзина Бол-баскет Или лучше баскет-бол Да, так удобнее говорить Баскет-бол Но сейчас мяч бросают не в простые корзины Да, Катенька, ты права Сейчас мяч бросают не в простую корзину А в специальное стальное кольцо Как бы с юбкой из сетки Но все равно Название у этой игры осталось прежним Баскет-бол А мне нравится это название А мне нравится и название, и сама игра Очень хорошо Чем больше игр вам известно Тем интереснее и веселее Можно проводить время с друзьями Ну а теперь давайте посмотрим мультфильм Мы дружные туристы Слепимся мы всегда Туда, где воздух чистый Где солнце и вода Мы встали в пасаранку Мы целые идем Идем, 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 идем А вечером полянку для отдыха найдем Найдем, найдем Ступай ты первым Ты старше А уж мы потом за тобой Правильно Тут бобер первым идет Ночью Могу и я первым А уж Не дай, не дай Капа Прыгай в воду Спасай бобра Скорей, скорей Пропадет наш бобер Пропадут наши харчи Прыгай леса в воду Спасай бобра Скорей, скорей Скорей Сам прыгай Я бы рада, да Боюсь в холодной воде простудиться А я не боюсь Сам только с постели встал Три недели Больной провалялся До сих пор кашляю Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе! Ах! Смотри, пожалуйста, не утонул! Выплыл! Вот молодец! Ну и молодец! Ай-да-богер! Мы дружные туристы, стремимся мы всегда! Тут так, где воздух чистый, где солнце и вода! Эй, бобёр, давай починим мост и пошли дальше. Ну нет, хватит. С вами пропадёшь. Когда турист в поход идёт, с собой он спутников берёт, 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 друзей с собой берёт, 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 друзей с собой берёт. Но если ты в поход идёшь, смотри, кого в друзья берёшь, смотри, смотри, а то ведь пропадёшь, смотри, смотри, а то ведь пропадёшь. Вот и мультфильм посмотрели. Сегодня, ребята, вы узнали ещё об одной игре с мячом, о баскетболе. Но мой рассказ о баскетболе ещё не закончен. Продолжим как-нибудь в другой раз. А сейчас нам пора ненадолго попрощаться. До свидания, ребята. Спокойной ночи, девочки и мальчики. Ангела-хранителя. Ночь вздыхает сладко-сладко. Малыши в своих кроматках улыбаются во сне. Дремлет облака в постели, спят игрушки и цветы. Дети в лунной колыбели снятся сказочные сны. Белокрылый ангел сон твой охраняет. Над тобой кружится и благословляет. Прикоснётся нежно в небо улетая. Сладко спите, дети, баю-баю-баю. Сладко спите, дети, баю-баю-баю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова